Скажем так, он не самый крутой гангер по карте, вряд ли что-то полезное он сделает с одним лишь там шариком или с одними шардами, поэтому зависит от того, может ли он стоять в харде или нет. Но если он может стоять в харде, если там напрашиваются какие-то дабл-линии, лес или вот какой-то шейкер-саппорт, может быть, который роумить будет, то Тускров на харде очень крутой, потому что если он левел получает, этот герой просто становится сумасшедшим. Нам это показывали многие команды, которые ставили его в хард. Особенно мне запомнился, конечно, Тускар от Зая в Сикрет, когда они были в пике формы. Это, конечно, был просто сумасшедший вообще Тускар, такой, который делал фактически игры. Но и на саппорте тоже вполне себя отыгрывает, главное тоже найти, где получить уровень, хотя бы там 5-6, чтобы можно было уже и дэмэдж какой-то вносить, ну и вообще, чтобы скиллы пополезнее становились. Ну а конкретно в этой игре, вот смотри, появляется Дазл, значит, Туск у нас либо саппорт, либо оффлейнер, шейкер, соответственно, тоже. Вот куда же поставят ребята Туск, в зависимости от пика противника, вот куда бы ты поставил путь капитаном команды Траст? Ну в этой игре можно ставить сложную, ввиду того, что здесь как минимум, ну пока у Рекс Трек он немного странный пик, потому что Нага и Сен Кинг как будто бы должны быть саппортами, но что-то два таких саппорта, они не могут ни гангать, ничего вообще не могут. Странный, возможно, Сен Кинг именно в сложную линию собирается, но в любом случае, то ли Нага, то ли Сен Кинг будут стоять как саппорт, а это значит, что Тускар уже сможет там стоять, потому что, ну потому что это не такие крутые саппорты. Это не те, которые прямо его убивают, если он грамотно будет там позиционироваться, то он может всегда занимать хорошую позицию, так что ни Сен Кинг его не подкопает, ни Нага не кинет сетку. Ну, кинет как-то сетку, но так, что он уже будет очень далеко там и все равно не умрет. То есть это не страшные саппорты. Ну и смотри, Сен Кинг появляется в серии очень много демиджа именно магического, Эпицентр, и Подкоп, и Тандрагон Слейфи, Лагуна Блейд, еще Апаришен, и это... Это что такое у нас-то получается в итоге? Сен Кинг на сложной линии Апаришен саппорты или Нага саппорты? Вот интересно, слушай. Аппарат я не ждал увидеть. Непонятно. Если Лина и Апаришен саппорты, то Скору-то вообще ничего страшного там не угрожает, потому что, конечно, демиджа много, но станов таких, чтобы застанить, нету. Но я думаю, что это все-таки Нага и аппарат саппорты. Нага и аппарат саппорты, Лина в мид Сен Кинг. Сложную. Ну и Герокоптер кэрри. Линия сильная очень, Нага и аппарат Герокоптер. Такой даже сложную можно самим идти в Трайл. Я бы сказал, что без БКБ Трасты будут очень сильно проигрывать файты. Столько ОЕ, там АС Бласты, Эпицентр, Драгон Слейф и даже тоже Риптайд Кулдаун. То есть все-все-все по всем героям будет влетать. Так что, ну вот, знаешь, если все получится, это на мувик дота-синим. Если не получится, то появится какой-то БКБ, Трасты должны выигрывать. Кэрри не показали. Кэрри, вот самый интересный момент. Кто же будет Кэрри? Кого же могут взять ребята? Ну вот так вот. Просто вся эта магия конкрится. Да. Одним антимагом. Так не удивляет совершенно этот пик здесь. Ну и, кстати, вот насчет антимага. Как раз к антимагу-то можно прийти триплой в сложную. Трипла очень сильная. И Сэн Кинг против Шейкера стоит. Точнее, против Тускара стоит. В принципе, как бы Тускар посильнее, но Сэн Кинг там может постоять. Ничего такого страшного. Ну, Лиду побеждает Кин оф Пейн. Поэтому здесь могут Рекс и Регу навязать агрессию. Такую триплой в сложную. Сейчас действительно главное дать антимагу фарм Трастом. То есть пусть антимаг фармит, получает ранний Б, Фладимирс. Ну и дальше просто дать ему много спейс. Там возможно умирать саппортом команда Траст. Да, бы антимаг в конце игры смог Элину и Апаришну всю эту компанию выбивать. Ну вот игра будет на антимага, как я понимаю. Все-таки команда выбирает персонажа, на которого они играют. Здесь будет игра только лишь на антимаг. То есть Квопа будет, но Квопа должна наводить шумиху в early-mid-game. Антимаг уже ближе, там, к минуте 30. Я думаю, придет и будет тебя показывать. Пики интересны вот насчет Рексов. Тут хотя бы много всего интересного в плане АОЕ, что могут быть красивые моменты. Очень красивые. Сэн Кинг. Вот хотелось бы, конечно, видеть очень быстрый Блиндайгер. Было бы круто. То есть всегда убивать того же Кюн оф Пейн со Станом, Бороу Страйк от Лины там, Станчик, Дайдрек, Лагуна Блейд. То есть очень много быстро, очень можно быстро убивать Квопу. Потому что демиджа будет бёрсту много. Лагуна, эпицентр и все. И Квопы, по сути, нет. Квопа герои не толстые, как я и сказал. Всего лишь 450 хп и прирост там небольшой. Ладно, посмотрим. Напоминаю, друзья, формат игры БУ-3. Соответственно, игра до двух побед. Шансы у команд, конечно, одинаковые. Но по коэффициентам трасты все-таки немножко лидируют. И все ставят именно на них. Проигравшие покидают турнир. Остается ни с чем. Ну, победитель проходит дальше. Там, кстати, уже ждет команда Фнатик. Аж довольно-таки серьезный соперник. Я не знаю, как с ними будут сражаться. И Траст, и Рексы очень будет сложно. Я думаю, что это действительно будет непросто и тем, и тем. Потому что Фнатик... Ну, все-таки там состав, как минимум, внушительный. Как они играют, я пока тоже еще не видел. Но вот время как раз посмотреть на Блэка. Как он себя чувствует в этой команде. А пики, вот пики насчет интересной, как раз они мне уже вообще не интересны. Не интересны тебе? Да уже не интересно. Я уже много и, в принципе, почитал. В Твиттере тоже недовольство того, что Вальву очень сильно тянут с патчем сейчас. Ну, каким-то патчем, который меняет баланс. Потому что Дота без постоянных патчей, которые как-то правят баланс, она, конечно, превращается в тягамотину такую. Потому что все повторяется. Ты каждый раз видишь одно и то же. Меня уже, конечно, от противостояния Герокоптер против Антибак, там, Лина Квин оф Пейн и вот эти все герои уже немного выворачивает. Надо все-таки проапать там часть персонажей, которые сейчас не пикают совершенно. Кого-то, может быть, чуть-чуть порезать, чтобы люди вспомнили. Мы вспомнили про огромный пласт персонажей, который в Доте еще есть. Потому что сейчас про них просто забыли, на них забили. И их просто нет. Мы сейчас реально видим противостояние 50 героев в каждой игре. Ну, с другой стороны, казалось бы, да, Алхимик вроде апнули, апнули вроде и Вивера. Там эти Аганимы дали, Лайфстиллер и Морфлинга. А толку нет. То есть Аганимы добавили, все-таки вот Аганимы. Сейчас будет имбаланс. С этой иллюзией дополнительной морфа. А в итоге героев вообще не пикают. То есть мы их вообще не видим. Ни Морфа, ни Алхимика я уже не видел, наверное, месяца 2-3. И то там на каких-то турнирах буквально любительских. Не хотят. И даже в паблике не видно. Да, да, да. Кстати, Лина саппорт, походу, а... или нет? Ну, у Талисмана я не думаю, что будет саппорт. Просто она так пошла вниз, как саппорт. Да, то есть, ну тут должно быть понятно уже потихоньку становиться и самому Айсфрогу, что именно влияет на то, что героев начинают пикать. Влияет то, что, например, некоторым героям дают... убирают анимации. В общем, анимации в доте очень решают. Ренжи, мувспид. Ну, вот анимации ренжи и мувспид. Ну и дэмэдж, естественно. Все герои, которые повышают ренж, атаки, повышают мувспид, улучшают анимации, костов. Но вот их всех начинают брать, потому что они просто удобные. Чем дольше все герои там что-то замахивают, чем они не поворотливы, тем они не нужны, не нужнее. Поэтому вот та же Лина, которую аппали, типа ренж-атаки. Собственно, вот его аппнули раз-раз-3. Когда-то давно у нее был ренж тоже 600 или, может, даже меньше, на самом деле. Я уже не помню, давно это было. Ну, а потом вот ей аппали, аппали, аппали. Потом ей поаппали еще дэмэдж на скиллах. Ну и в один момент сделали просто чистую дэмэдж на аганимном именно ульте. Но так как, вот, казалось бы, это не самый сильный аганимный ульт, у Кентавра намного круче. Но из-за того, что аппали все остальное долгое время, люди сразу обратили внимание и подумали, ну, на Лине, но фармить аганим можно. А вот, например, на Кентавре как-то тяжело. То есть ему тоже надо что-то улучшать. Так, ну и смотри, Лина начинает сразу довольно-таки активно пресниговать Майпро. Майпро шеду страйка пока кинуть не может. Будет сложно, будет сложно кваппеть. Как вы понимаете, более помощь копа не будут получать дазл. Туск у нас на топе. Туск все-таки саппорт с ботинком. Ну и у Сенкинг под коп. Риптайт. Ну, прохарасили довольно-таки стильно туск. Уйдет я отсюда. Вопрос, ну, конечно, уйдет. Антимаг ворвался. На фаре. Ну, опять же, чисто продамажить друг друга, поогрызаться не более того. В принципе, вот так вот антимага убирать с лейна это выгодно. Антимаг там одного крепа пропустил уже неплохо. Это уже хоть какой-то плюс. Когда ты стоишь на сложной, антимагу мешаешь фармить. Хотя бы так. Да, но тут они вряд ли, на самом деле, сильно мешают фармить. Вот, когда я шорты прокачал с ускара, по-моему, Наги тут конец. Хотя, может, ты бежит. И убегает, убегает. Немножко страсты плохо сыграли. Могли подблочить как-то телом. Они так забили просто на автоатаке. Стали бить. Но в любом случае, здесь два милишника против Дазла. Не верю я в эту линию. Совсем не верю. Благо тут хотя бы у Наги армора много. Она не умирает за счет этого. Там антимаг пока сильно не пробивает. Ну да, будет сложно мешать. Что у нас на ботом лейне? Гирокоптер, как я понимаю, на полном фрифарме. Да, так оно и есть. Шейкер особо-то и ничего не сделает. Ему главное получать максимальные экспы. На этом хватит. В принципе, от него пользы для команды. Но пришел на ровно. И фисурку. Двух крипочков забрал. Неплохо. Уже неплохо. Вот они два крипа. Вот уже три суммарно. Вот уже половинка третьего уровня есть. На миду лейне Лина по крипам не так уж сильно и перегоняет. Как казалось бы, к попу. На топе. На фаре. Агрессивно очень играет. Трексы прям идут, идут вперед. Все скиллы тратят. Трексы кружи закончатся по мане. Ну, киллов нет, но агрессив хватает. Ой, в смысле, манга. Свежая манга. Кстати, на миде сейчас может быть опасно, потому что шейкер нашел хосту. А, ну у него нет маны. Как-то не рассчитал он здесь этот момент. Ну да, непонятно, что он здесь хочет найти. В принципе, тотем только если дать. Но тотем там дать подстанчик, линия, это будет довольно-таки сложно. Ну и просто уходит, да. Теряет время, в никуда. Видимо, ману посмотрел уже, когда прибежал. До этого возможности у него не было. Ну или просто забыл подкоп. Антимага, рептайт. Сразу что-то вейв. Ну, было бы здесь туск, можно было на развороте идти, в принципе, воевать. У пацанов уже мана закончила. Отбора страйка нет. Он поедет через здесь маны. Нага сайрона стоит. Один рептайт всего лишь. Все. Все из расходов, лишь что было. А что дальше делал? Вот теперь они будут просто стоять и смотреть. Мангустик это, конечно, клево. Он вам все-таки один, стоит денег. Так что, я думаю, теперь все. Антимаг должен фармить. Да он, в принципе, так не обламывался. Обратим внимание, не укрепил больше, чем у герокоптера. Ну, хотя, да. Что удивительно, кстати, потому что герокоптер здесь вообще не страдать не должен. Ему вообще не мешает никак шейкер. Шейкер просто ходит, мешает саппортом. На топе. Ай, шарс. Ну и вот, походу, нага сирена приплыла. Еще пару тычек. Стики прожимается. Антимагу ФП отдается. Лучше бы он стики эти не прожимал. И вот он на антимаге, кстати, там умирает, но это не важно. Это не важно, потому что нам теперь нужно выяснить, есть ли Иисус в игре. Ну, пока фармить, слушай, пока фармить действительно очень клево. Похоже, очень похоже. На таком-то лейне. Мы будем считать, что это вот. Кинг пришел, сразу тычку получил в Shadow Way 1. Ну и... Таск идет на топ. Забирает баунтеру, ну или оставит кому-то. Нет, ну, оставлять никому не нужно. Квопат у нас с полным ботлом. Ну да, нага плюс лина, комба очень серьезная. Согласись, сеточка плюс стан. Там без шанса. Тем более для КВП. Опять же, ХП нет. Стиков тоже, кстати, нет. Можно было бы стики обычные купить. Элементарно против лина. Лина постоянно задувает уже третий Dragon Slave. Скоро лагуна. С лагуны просто приходят нагу. Убивайте еще раз. Без проблем. Гирокоптер. Есть перчатка. Но я не думаю, что это будет Мидас. Хотя, вот черт его знает. Может быть, что-то их замышляет панда. Посмотрим. Ну, в Мидас на Гирокоптере, это, пожалуй, действительно довольно странный выбор. Это делает только, я думаю, что очень-очень-очень круто. Там, не знаю, руну забрал, баунтичку-нибудь ФБ сделал прямо там на первой минуте. Ну и что ты думаешь? Ладно, можно и Мидасик. А так, да нет. Это, конечно, скорее всего, Power Treats, чтобы усилиться, чтобы стать помощнее, поплотнее, чтобы можно было включаться к команде. Туск очень крово и шарды дает. Туск пришел, не дал сделать дабл стак. В итоге выжил и спокойно ушел. Хорошая работа. В итоге стаков пока что тут особо нет. Буквально один стак и все. Больше ничего. Курьер тут мигает, ребята. Два ботла, ботинок, полный комплект. И полетел. Ну все. Начали спокойно фармить ребята. Антимаг и Гирокоптер перестали здесь на топе как-то мешать. Сэн Кингу, возможно, стоит просто уйти в лес. В один момент взять тебя в Сэн Шторм. Сэн Шторм уже второй есть. Просто уйти в леса, делать стаки и фармить там. Как мешать Антимагу здесь непонятно. Как здесь получать экспу тоже непонятно. Так что, думаю, Сэн Кинг скоро в леса переберется. А там уже, если не будут мешать, без проблем купить себе Блинг Дайгер. Ну, к минуте, я думаю, 12-13 может быть и получится. Ну да, ему только должны делать стаки. Но вот Лина, Лина, Смеда пошла делать стаки. Для Сэн Кингали или для себя непонятно? Я думаю нет, я думаю для себя. Я не думаю, что мидер будут хотят. Смотри, переходит Нага на мид. Немножко позабирает. Непонятно, да. То есть Лина тратит время для, по сути, своего оффлейнера. Немножко странновато. Так. Нага. Черды полетели. Черды-то неплохие, а продолжение будет Лин. Фисурка тоже вроде как готова, но нет. Но нет. Забрали руну и по лейнам назад вернулись. 1-1, шеста минута. Кстати, не так уж и много фрагов. Хотя я не могу сказать, что экшена мало. Какие-то происходят какие-то моменты. Там стак заблочил. Не дал заспавнить. Туск по всей карте бегает. Но в целом кэрри два фармят. И знаешь, я даже не знаю, кто сильнее. Хотя, наверное, знаю. Антимаг или гирокоптер. Там через минут 20 будут 30. Там антимаг у Инсеби с лблейдом, с манта стайл. И что гирокоптер будет делать, непонятно. Так что. Ну не знаю, не знаю. Ну на разных стадиях игры они, конечно, сильны по своему и по-разному. То есть тот же гирокоптер на 15 минуте намного сильнее, чем антимаг. И 1 на 1. И просто в драке. Но это на 15-й. Там на 30-й все меняется. С точностью до наоборот. Там гирокоптер вообще ничего не может уже против антимаг, если они просто фармили. Поэтому здесь вопрос к тому, как будут реализовывать, собственно, своих героев. Тех же Эрикс, Регун. Они могут пойти просто в атаку, в какую-то агрессию. Постараться задавить. Но антимаг, которые так здорово фармят, задавить будет не сложно. Сейчас хор врывается, а гирокоптера фистурка пошла. Фистура отличная по-троим. Но слишком много даймажа с папа. Соник Бэф к нему по именинжет гирокоптера. Размен просто отличный. Ну и на этом все. Опять же, размен хороший. Убили мейнкерри. Здесь так снова не дал дело Туск. Ну как же Туск отыгрывать здесь просто великолепно. Ну пока опять же такие одиночные фраги. Не более того. В футболе есть такой момент, когда забивают первый гол. И начинается полноценная игра. То есть начинают ребята убивать друг друга. Идет фитфест. Ну пока что этого первого гола еще и не было. Лина до сих пор Лагуна Блейд не давала. Ждем какой-то Лагуна Блейд. Ждем каких-то действий именно от мидера команды Рекс. Сенгейн пошел фармить. Тут дазл. Можно экспу поворовать. Можно даже подфармить Шедовэйму. Благо есть второй. Дазл. Ну просто экспу. Просто экспу воровать. Был кого полечить. Ну да, экспу нормально. Сейчас от полу уровня сворует. А так он погибнет. Можно вот шейкер. Ой, хорошо. А если просветы какие-то? Просветов нет. Да нет, Сенгейн вряд ли получится убить. Он просто ползет на своих клешнях. Кстати говоря, не повезло шейкер. Абрат проблемы. Кемы Апаришен и просто затыкала. Просто элементарно затыкала. Ну и на мидлэйне тут. Более интересный килл на топе, да? Или у нас Солянова как в антимагу. Ну как в Солянову. Да, в Солянову. Да, да, да. И я вообще не заметил эту компанию дружную. Снова через сетку, как я понял. Ну и через... Даже без холдауна. Просто Рокет Бараш. Вот так вот. О, Элина пошла воровать стаки антимага. И тут, конечно, нужно этим заниматься. Подъезжает еще с Рептайдом подруга. Ничего не сделала. Он видит, а что сделать? Ничего нельзя сделать. Вообще никак там еще. Можно наказать сейчас всей командой. Попробовать, например, вот Шейкер пришел. Так. Ну и разве что нагу получится убить. Ну да, нагу получится. Идите, убить, конечно. Ну смотри. А кто больше получил в итоге? Лина за эти стаки или за нагу? Команда Траст. Вот вопрос. Сколько там стаков было и сколько там было денег? Четыре стака. Да нет, конечно, за стаки они получили больше. Потому что они, как минимум, не дали зафармить их врагам. Как-то это Е-минусы. Это угол. Банда. Банда живет. Прожимает холайн-сейф. Еще и Майпро можно убить. Майпро стики прожал, умирает. Умрет или нет? Герокоптер. Мне кажется, надо динайд. Нет? Нет, нет. Да нет, нет, нет. 4 хп. Убер. 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 Ну вот такая вот топа. Гордик первого уровня, это вот ошибка. Ошибка Квинут Пейн. Второго, конечно, должно быть, даггер. Он настолько круче, чем первого, что прям нельзя не качать. И четыре чили. Лина заформила еще и здесь стаки. Посмотри, такой. Ёй-ёй-ёй, это почти Юлу, кстати. Это готовый на 10-й минуте. Неплохо. 60 крипов, конечно, не идеале, там какой-то крипстат. Хотя килов в 2-0-0, когда хороший, крипстат хороший. С Юлом саппорты типа Дазл, типа Шейкер Туск будут отваливаться в секунду. Понимаем, что Драгон Слейв, Стан, Вагон Облэйд и все. Ну там максимум еще, может, какой-то Риптайт или Подкоп от Сент-Кинга. Было бы неплохо. Сент-Кинг 1300. Еще одни стаки. Будет он их спокойно фармить. Хотя тут Туск в инвизии. Тусик. Ну, хотя бы экспо воровать, хотя бы. Это будет неплохо. А, украдет шардами еще, скорее всего, под конец чего-нибудь. А может и нет, ну вот, да. Оп. Трех крипов стырил. Какой мерзкий Тускар. Да, ну, Тускар всю игру уходит и мешает просто команде. Рекс, фарми, делать стаки просто до невозможности. Уже хотят, я думаю, Рекс и его постоянно убивать не получается. На топе. Врыв на Нагу. Нага. Есть иллюзии, уж все, уже иллюзий нет. Приход Гирокоптер. Ну и на этом атака завершается. Нага почти из Слип. Со Слипом будут ли как-то комбинить? Все-таки эпицентр появится. Появится Айс Бласт совсем скоро. Скоро там 6 лвла. Слиппинг пока что играет без эпицентра. Но, понятное дело, пока эпицентр, в принципе, и не нужен. Никуда его будут кастовать и не получится, в принципе. Ну что, аппарат. Еще немножко дать его одного крипа. Будет шестой уровень и начнется уже какая-то жара. Думаю, с пуленью ультимейтами Рексы должны себя показывать. Все-таки мидгейм у них очень-очень сильный. Эти вот прокасты многочисленные будут помогать. Да, именно так. Но все равно, мне кажется, что комба у них тут немножко тяжелое в исполнении. Такая какая-то мутная комбинация. Вот это эпицентр, подсон. Ну, я думаю, что они будут стараться использовать, может быть, частичные эту комбинацию. Это, например, просто эпицентр вместе с... ну, с сон, точнее, или с эпицентром. Попытка здесь убить Queen of Pain, но... По-моему, было понятно, что не хватит демеджа. Я не знаю, почему Лина пошла. Ну, она может надеялась, что кто-то успеет что-то закинуть еще. Знаешь, такое... Что какой-нибудь Сент-Кинг успеет достать или... Айс-бласт. Но Айс-бласт был в колдауне, а Сент-Кинг был далеко. И вниз идут на герокоптера. Кажется, он уже мертвец. По-моему, уже мертвец. Телепорта нет, спацевов не будет. И... Он по сноу-бол, шэдоу-трайк, фисурка, черты, колдау на прощание. ХСЛМ еще, а зачем? Прям для уверенности. Боялись настолько, что там уже много подкрепления. На карте-то никого видно не было. Ну, вот так вот. На всякий случай, на всякий случай. Но Шейкеру нормально, потому что он Блинк свой фармил. Вот он теперь его нафармил. В принципе, за этот килл ему дали сколько там? Триста сорок денежек. Это нормальный такой буст для саппорта Шейкера. Да, с другой стороны, не факт, что он этот ХСЛМ использовал бы еще две минуты. Может, он просто бы ходил по карте. А так лучше все-таки, чтобы он был в кулдауне, зато был использованный уже точно и в цель. Чем он был бы не в кулдауне, как есть команды, которые Блэкхолл там хранят 40 секунд, ой, 40 минут, ждут до конца, до последнего в итоге его вообще не дают. Лучше уже так. Тут я соглашусь. Блинк есть у Сэнкинга Блинка. Еще нет, но вот-вот он появится. Появятся также девятуры, ну и будет заветный эпицентр. Я жду, я жду от Рексов каких-то действий. Слип есть. Давайте, покажите что-то. Хотя бы там убить ту же Квапу, то уже антимагу. Антимага, кстати, почти есть в Battle Fury. Еще немножко остается. Так, кстати, интересно. Интересный сделал выбор. ЛК, он без Power Threads это все дело фармил. Вот поэтому, возможно, и умер разок. Ну, вообще, не знаю, ему нужно, конечно, там Power Threads купить. Наверное, купят после Battle Fury. Ну, конечно, конечно. Без Power Threads он даже Эншентов нормально сейчас фармить не сможет. Там Battle Fury, они ему лицо разобьют. Тут БФ, там уже немножко появится. Дэмод же побольше. Ну, и главное, теперь можно идти в леса, там уже ДПТ. Просто с копейки. Ну что, главный артефакт, по сути, у антимага есть, который будет помогать. Играть в доту, если он его фармил, это как для тинкера, те же трава лава, для антимага это Battle Fury. Теперь идти и фармить. По сути, команда Траст вынуждена играть четверо. Писурка, тотемчик, а вот сейчас бы не помешал БХСЛМ, Шейкер, Айсблаз полетел, Сеточка, ну и ровник Айсблаз по Шейкеру. Умрет ли вопрос, умирает, а приходит Герокоптер без каких-либо шансов. Ну, вот Шейкер тут что-то загулял. Один стоял на топе, хотя стоял, по сути, под своим тавром. Ну, под тавром, который уже вот-вот упал бы в любом случае. Ладно, он тупнулся, как бешеный, просто дофан на эту нагу, но правда без эпицентра. Был бы эпицентр, был бы сейчас норм. Он убил эту нагу, там, а дельфил бы тавр, наверное, даже, потому что всех крипов бы убил. Ну, и более-менее, а так, куда он врывался, не очень ясно. Один совершенно без помощи какой-либо. Так, ну и по нетворсам, лина топ-1, антимаг топ-2. Ну, в принципе, все ровно, то есть все тут. Все ровно, по графику, как я понимаю, там 2500, ну, не так уж это и прям много. То есть антимаг, который сейчас будет постепенно догонять, фармить чужие леса. Вышли на ботом, там есть нага. Нагу можно, в принципе, ворваться. Нага, слип дать, успеть ли дать слип? Нет, ну, попробую дать, а слип с таким бюрздаем огромным. А был бы слип, троих поцепили, там, ну, эпицентра все равно нет. Был бы эпицентр, тогда, наверное, можно было бы о чем-то говорить. Но эпицентра еще пока нет. Хотя уже пора бы его взять. Надо где-то найти 9-й уровень для нафаре, а то блинк есть, а толку от него, кроме дать стан, никакого и нет. Да, меня тоже всегда вызывает вопрос, зачем саншторм качать в 4, именно вот так, ну, как потом можно прокачать, не помешает. Но фармиться тот же лес и третьим санштормом отлично и не нужно четвертый для того, чтобы лес фармить. А все-таки эпицентр может пригодиться, вот, уже там, на 7-м, 8-м уровне. Полезный скилл, как ни крути. Так, Майпро здесь пока стоит, ждет чего-то. Майпро, нет, не видят. Обошли немножко его стороной, ну и Майпро просто должен прыгать подальше и делать рекаут элементарно. Бедли, не угадал. Ну уже, конечно, не успеет. Не туда, не туда, пошел. Зарядили все, что могли, ребята. И тут выход, идет Шейкер, врывается по-троим. Отлично, Эхо Слэм. Ооо, ну как же там много демонов. Да, антимаг, еще, мановой. Ну, так, ну, смотри, размена Квапу отличный. По сути, Квапа продала себя в размин на такой отличный Эхо Слэм от Шейкера. Да, да, вот это Шейкер. Вот он, блин, Эхо Слэм просто отличный. Хотя он был первый, казалось бы, но этого хватило. Со второй фиссуры при этом третий тотем. Вот это, кстати, интересно, закачка, интересный билд у него такой. Очень интересный. Обычно все-таки фиссуры, макшимы. Ну да, да. Но работает, 2-1-4, и Шейкер довольно-таки богатый. Ботл, блинк, свесот золота, почти есть. Гирокоптер умирает уже третий раз. Неприятно. Гирокоптер 2-3-2, Огреклаб, Акфилла, барабанчики, ПТ, ну, трудновато. Смотри, Шейкер, что творит. Просто беш. Ну, жадно слишком. Надо наказывать, хоть именно на хосте, но наказывать надо. Ну и все. Ну, это было уже из разряда «я супермен, я пойду всех убивать». Не пошло. Не пошло. Люди убивают. Ну, ты знаешь, в принципе, в принципе, смерть на 3-тпшке, он почти даже нормальный. Другой вопрос, что 3-тпшки можно было не делать, одна Алина бесправилась вполне. Но так получилось, что 3-тпшки, это значит, что антимаг сейчас может фармить спокойно, ничего не опасаясь. И верх можно пушить, потому что, собственно, три героя внизу. Поэтому более-менее вышло у Шейкера по итогу. Ну и моя про. Почти есть сайланс. Будет арчит, будет чем засалить ту же Лину. Хотя, по сути, сбивается все это Юлом. Вот вопрос, нужен ли тут вот прям такой суперобязательный арчит? Может быть, что-то стоило сразу другое купить? Вот кого тут салить? Кого-то так необходимо дать сайланс? Если Лина та же забивает Юлом. Неужели есть такие герои, типа Лешрака, которые обязаны быть заткнуты? Расскажи мне. Ну, по мнению профессиональных игроков, и, в принципе, это мнение можно, естественно, разделять, потому что оно на то и мнение профессиональных игроков. Арчит нужен не только для того, чтобы затыкать кого-то, но он еще и для фарма просто элементарно нужен. Потому что, если ты начнешь покупать, ну, скажем, какой второй самый популярный предмет, кроме арчита, это аганим. Ну, а аганим, это, естественно, предмет на драку, и на частые, скорее, даже драки. Но ты с ним не можешь вот так, как Майпро сейчас делает. То есть, просто ходить по лесу бесконечно и фармить его. Потому что мана кончится быстро очень. Реген этот аганим не дает никакого. А арчит, ну, даже не арчит, а его куски, вот даже обливин став, он дает очень много регена. Ну, не очень много, но 75% арчит будет давать там 150, да, кажется. И ты можешь фармить без конца. И вот, скорее, даже для этого покупают. Просто кекс очень дорогой будет, а арчит дешевый из дешевых предметов собирается, к тому же. То есть, ты по чуть-чуть фармишь, там, 325 маску Соби купил, там, эту, там, 450 купил, там, еще кусочек. Ну, вот и по чуть-чуть, по чуть-чуть у тебя, как бы, итемы делаются. Ну, хотя, если честно, я тоже больше фанат аганима, чем арчита. И делятся все игроки профессиональные на две касты. Кто-то собирает аганим и какие-то керасы живы или хиксы, кто-то собирает арчит и БКБ. Например, год собирает арчит и БКБ. Но так как год среди европейцев и Virtus.pro дошли дальше всех, вот, возможно. Многие, как бы, просто обратили внимание на то, как он играл и стараются повторить. Это абсолютно нормально, так частенько происходит, когда кто-то на героя жгет. Все остальные просто пытаются повторить его билд, там, его действия. Так, у нас на топе должна быть веселуха сейчас, я хоть прям уверен. Вся команда здесь, и та, и другая. Где Нага? Нага, Нага рядом. А Баришин занимает хорошую позицию, Ярокоптер доходит в смоках. Не видит пока что Шейкера, ну и Тавр вот-вот упадет. Отойдут ли им? Да, отрасты просто уходят. Понимаешь, что воевать здесь невыгодно будет. А вот Шейкер застрял, надо как-то уйти, если найдут. Ну, хотя как найти его с другой стороны? Только если Сенгин когда прыгнет прям туда... Интересно, как он сюда попал, этот Шейкер, так что его не видели, казалось бы. Ну да. Понятно. Кто-то не стоит АФК, ну, ждет, боится, что выпрыгнет. Просто телепорт сделает на мидл, ну и там уже что-то делать. Кстати, 8-9, 20-ая минута игры у нас уже позади. По графикам, кстати, трасты выходят вперед. Казалось бы, по сути, это, наверное, вот этот вот файт с Шейкером решил. Графики там на тысячу три сместились они. Плюс антимаг фармит. Антимаг по Нетворцу топ-1. Он просто фармит, фармит. И команды как бы Рекс ничего не делают. Они играют пятером против четверых, по сути. Антимаг там максимум мановой дают. Хотя уже с Флэддимрсом и с Баттлфюри он уже и боец. Почти 200 дэмэджа. Армора много. Так, у нас тут умирает Шейкер. Как-то он здесь опять загулял. Один опять стоял на миду лейне. Никто не прилетел, никто не помог. Ну, окей. Окей. Бывает. Ну, Рекс и Регон явно не смотрели мою полную контру на антимага. Потому что они не забанили. Да, он умирает антимаг. Один против пятерых, а вот это вот зря. Тогда он подкоп подвоем. И против дэмоча много. И какой же стан от Лины дается? Как же там Лина подстанела? Прям точно по таймингу. Когда антимаг должен был делать блинкаут. По-моему, он тоже уже замахнулся. Слейф. Поздновато. Чеч-чуть не спела. С нога. Ну и папа должна уходить отсюда. Радостная. Слейф вот pits. Ну да. Но, тем не менее, минус четыре, по этой камере я не пропустил, но я думаю, что там цифры, да, ну, около тысячи. По сути, графики в нули возвращаются. Но антимаг ворвался против, один против пятерых. Надеялся, что там будет поддержка команды, а команда что-то сказала, да нет, не особо мы хотим тебе помогать. Но и антимаг просто умер, отдал свою жизнь ни за что. Да, ну, там уже были мертвые, уже был мертвый Тазл, на самом деле, уже был мертвый Пускар, кажется, или Шейкер. Ну, в общем, там уже драться было не нужно, явно уже зря Дурантимаг вообще прыгал, нужно ему еще фармить. У него такие итемы, что он совсем не боится. У него все итемы на фарм, именно такой билд через Владимир еще, это все тоже фармить, фармить, фармить. Поэтому, конечно, ему нужно пока и выйдить драки и стараться нафармить. Опа, ну вот так вот решили, на Рошанщика, в принципе, Владимир съесть, но в Солом, мне кажется, будет его слишком долго вгинать. Да нет, убьет достаточно быстро за счет этой медальки. А, ну медалька, да, да, медалька, не заметили. Ну да, там типа леда застают, будут вечно подхиливать при желании. Притом, эта команда Рэкс, понятное дело, не видит. Вот было бы здесь вард, увидели, конечно, варда нет. Догадаются ли? А из вас уже полетел. Да, догадались. А Слипа нет, Слипа ведь нет. Было бы Слип, сейчас бы Нага пришла, всех высыпила. Ой, какая киссура четко. Ну подкоп, же даю, Сенкинг. Такой слэм. Антимаг забирает Аегис. Крест на антимага. Антимаг очень сильно просаживает, просто уходим. Просто уйти подальше. Никого не подцепили в итоге, хотя Нага. Сеточка. Сайленс. Станчик. Ну и минушеки тоже будет. Лагуна. Просто там на 100 хп Лагуну дает, потому что миссы были за счет хайграунда. Теперь уйти. А теперь... А лучше цели уйти, вопрос. Банч. По Наге. Сноупол. На Лину. Лину, конечно, будет поприятнее будет. Не знаю, просто от Лины. Благо, был пластон, который вот-вот недавно совсем появился. В итоге, размен шейкера на Лину из Накинга, плюс еще Аегису антимага. Антимаг просто с файта ушел. Совершенно правильно он сделал. И пошел фармить. И просто фармить. Но знаешь, скоро этого антимага будет сложно останавливать. Я не знаю, что у гирокоптера. У гирокоптера БКБ. Но не знаю. Если будет гирокоптер очень быстро врываться, и какой-то антимаг купить тебе сначала башер, потом на биселлблейд, то довольно-таки быстро можно Мейнкер и Коммандер Экс убивать. Антимага никак не пытается останавливать. У него уже 200 крипов по Нетворсу. Как мы видим, до сих пор он в топе. Я думаю, его отсюда в ближайшее время никто выгнать не сможет. Да, не смогут, действительно. Но у антимага могут быть проблемы, если Лина купит себе аганим, рефрешер, вот этот вот билд. Так что антимагу там даже с Тараской будет не по себе. Будет он терять очень много сразу хп. Но пока Лина почему-то купила Бладстоун, я не по нас. Так, сейчас у меня тоже вопрос был, почему не аганим, а потом уже тогда Бладстоун. Либо вообще Бладстоун не покупать в принципе. Купить там, не знаю, действительно какой-то аганим, потом выйти. Может быть в Хекс, может быть в рефрешер. Я вот тоже особо не понимаю, кто-то вот Бладстоуна на Линах. Вот расскажи, для чего он собирается на данного персонажа. Я вот считаю, что как-то... Вообще, вот на мой взгляд, это один из таких багов профессиональных игроков, когда они придумывают какую-то неправильную вещь. Кто-то начинает ей играть, и потом все начинают играть. Ну и потом со временем это уходит в небытие, потому что это было ошибкой. Вот на мой взгляд, Бладстоун на Лине это именно такое. И это потому что... На самом деле он ничего ей не дает, он ей не нужен. У него прекрасно хватает маны с Иулом, плюс... Ну вот как бы Иул вместо Бладстоуна, это бэшаганим. У тебя прекрасно хватает маны на все. То есть ради маны он не нужен ей совершенно. Высказывается такое мнение, я вот общался тоже на этот счет, что с Бладстоуном ты можешь как-то фармить там вражеские леса, если что, то ты как раз-таки можешь задинаиться разок в случае опасности какой-то. И вот ты такой вот создаешь какой-то спейс, там еще предлагают покупать Иул, Shadow Blade, Бладстоун, чтобы быть типа Никс Ассасина каким-то таким героем, который еще фармит чужой лес. Ну, не знаю, на мой взгляд, все это какие-то слишком бабские, слишком какие-то надуманные, передуманные стратегии, потому что против хорошей команды ты будешь фармить чужой лес, а эта команда будет пушить твои вышки в этот момент. И ты все равно уйдешь из этого леса, что тебе там делать вообще? Ну, тебе вышки пушат, а ты с Бладстоуном чужой лес фармишь. Ну, и подобные истории будут случаться. То есть хорошая команда не позволит тебе убивать себя в своем лесу просто так за какую-то лину там с Бладстоуном и Shadow Blade'ом и что-то такое. То есть получается, что это скорее из какого-то паблика. Идеи, ну а, соответственно, любая идея из паблика, она реально в таких самых-самых высоких, высокого уровня игр, она не работает. Поэтому я думаю, что все-таки Бладстоун это средний выбор. Я бы не советовал. Действительно, быстрый ИУ, быстрый Аганим, это максимальный прирост полезности Лины. Тем более против антимага, да, у которого пассивка. Да. И самая слабая. Денай, айр шейкер, ну что ж творит? А, какие-то невероятные вещи всю игру. Подбежал на хосте и заденайл. Ну и главное, ушел в живых. Ну, Лина, благо, скоро будет Аганим, так или иначе, там тысяча золота, так что, ладно. Бладстоун и Бладстоун. В принципе, по счету у него все прекрасно, 6-2-4, довольно-таки полезный герой. Так, квапа, квапа. Ну, тут стана надо какой-то супер тайминг не давать. А вот так вот. А что, даже не попытался его дать? Не попытался, да, да. Сразу был задух почему-то. Ну, наверное, понимал, что Сайленс получит лицо, а там все-таки и задержка небольшая. Можете пойти на подков в Даззла. Ну и уже, конечно, без шансов. Так, а на мидллейне? Уходят, уходят. Покатился. Назад только, ну и вопрос, может ли не колдаун. Он подстрелился на кулдаун. Черды неплохие, но уйдет и вопрос. Там Лина. Задух. Сигил. Ну, подков. Слишком большой рейндж. Без шансов для Тусика. Минус 2. Вот так вот. Непонятно, не минус 2 сделано. И на Даззле. Тус просто пошел до конца за Париж. Ну, понятно, наказали. А вот Даззл стоял что-то там на бруне на топе. И не дождался. Ну и пойдут ли на Тир-2 сейчас? Почему бы нет? Что у нас по антимагу? Виталити Бустер. Ну вот она, Тарасочка уйдет. Да, Тараска против Лины все-таки хоть как-то будет помогать. Против вот этого прокаста бесконечного, того же и центра. Дэмэджа там много. И Тараска просто будет решать. ПКБ решил не собирать. Решил, что все эти станы никак не мешают. В принципе, наверное, так оно и есть. Пока антимага особо не станет. Антимаг пропала Егис. И вайдшейкера. Ну и... И что? И все, уходят просто. Да, просто уходят. Ничего хорошего точно для сигнатор сейчас не происходит. Потому что они что-то очень много фидят. Явно у них нету понятия. Сейчас немножко потерялись они, в общем, по игре. Не понимают, что делать. Потому что, конечно, им нужно занять сейчас очень сейвовую позицию в обороне. Пока антимаг все еще не способен драться. А антимаг, на самом деле, не будет способен, пока не купит Тараску и еще что-то. Потому что с одной Тараской он тут тоже не боец. Элементарно то, что у него урона не будет. И, в принципе, на него всем пофигу. Его-то убить будет непросто. Но и он особо никого не убьет. То есть ему нужна Тараска. И может быть еще Башер. Или даже Абисов. И вообще, я бы, конечно, порекомендовал еще БКБ купить вместо Владмирса. Потому что без БКБ слишком много станов будет. Ну да, я вам против говорю, что станы вроде есть. Но пока антимага-то не ловит. Обычно они ловят, приходят. Так. Тусик. Пришли. Никого не увидели. Увидели этого одного героя. Но вот. Нага уже успела уйти. Тем более был Слип. Есть, кстати, у Наги Солар Крест. Какой-то хороший очень артефакт. Я думаю, на то уже Герокоптера вешать. И идти убивать можно. Гирыч. 2 500. Что будем ждать? Может быть МКБ. Может быть Баттерфляй. Может быть Скади какой-то вообще. Ну да, да. Баттерфляй получше. Антимагу все-таки разводить хотя бы на поле линия Мангекенбара. Все-таки слотов уже не так много остается. У ЛК. Тем более нужно тот же Эбисол купить. Может быть БКБ и слоты там будут заканчиваться. Надо будет что-то менять. Ну и смотри. Размен товаров идет. И будут ли дефи? Там есть Нага со Слипа. Можно дать Слип прилететь. И рассказать, ребята, где надо жить. Что-то огромный такой, огромный бас. Только по одному. Только по одному попал. Ну давай, Нага. Нет, Нага очень аккуратненько играет. Там Сигил летает, все видят. Идет Лина дальше. Пока что одна. А почему бы нет? Можно еще подпушить лейн. Там как-то трасса там медленно все пушит. Аккуратно. Аккуратничает Рексы. И пошел телепорт уже первый. Прилетает сюда Антимаг. Ну и все. В итоге, по сути, это не размен получился. Тир-2 на топе у команды Траст упал. Рексы свой тавр от дефили. Вот так вот. Очень выгодно. По графикам совсем небольшое преимущество Рексов. Совсем чуть-чуть. Для 30 минуты 2000 это, по сути, ничто. То есть преимущества нет. По экспе нули. Хотя Гирокоптер, тем не менее, отстает от Антимага на 4000. По сути, слот. Это, по сути, половина-то манта-стайл. Даже больше. При этом Гирокоптер-то особо и не видно, понимаешь? Кроме кулдауна и рокет-ваража, я его не вижу в файтах. Там он что-то дает дэмэдж, но совсем с ним. Ну он стреляет, стреляет, на самом деле. Тут, на самом-то деле, казалось бы, да, равные графики. Но эти графики не всегда отражают действительность. Конечно, по игре сейчас у РР большое преимущество. Хотя бы если посмотреть на конкретное количество денег на саппортах, то видно, что дазл очень демный и вообще ничего не может... Ой-ой-ой. Куда квопа ворвалась, непонятно. Она, при том, всех видела. Эхо-слэм неплохой, но дэмэ же маловато там. Крест. Антимаг. Так, непонятно. Про этот Гирокоптер стоит, просто в тупую бьет. Тотал-шейкерами, минус шейкер. Антимаг вообще пойти ничего сделать не смог. Вообще ничего. Он успел. Сэнкингал. Сэнкингал, да-да. Ну и... Ну, собственно, вот о чем и речь. Например, у РР есть уже Солар Крест. У Сигнатор Траст его нету, потому что дазл очень бедный. У него только обычная медалька. У Шейкера, ну там, у Сэнкингалблера есть Форстаф, у Шейкера нет Форстафа. У него есть только Блинк. Там, у Дускера тоже только Блинк. В то время как у Аппарэйшена есть вот Глиммер. И вот сейчас вот на Глиммере один герой убежал. Кого-то там, очевидно, Форстафнули. Солар Крест на Гирокоптер кидается. Так что Гирокоптеру вообще плевать, да. Он там стоит просто в центре замеса. И как будто бы с бабочкой. Вот отсюда-то и проблема. Ну и плюс, в принципе, у РР пик намного более сильный на драку. Это изначально было понятно. Изначально, собственно, мы отмечали этот момент. Поэтому тут Растам нужно стараться как-то... Ну, вообще им тяжело. Им сейчас будет очень тяжело, потому что, не считая, один антимаг. Вся игра уже сводится к тому, что у них один антимаг и четыре парня, которые ничего не могут. Но, как мы знаем по опыту того же Интернешнала, соло-антимаг вот в таких играх он не может выиграть. Ну, команды уже все научились играть. И одним антимагом их не победить. Там уже он их не сможет заспидпушить, там, и как-то развести и всех убить их в соло. Ну, да, пока тут антимаг фармит, фармит. Ну, ждем какой-то артефакт. Я думаю, все-таки ПКБ здесь нужно. Потому что мы видим, что антимага там станет, дают там юлы всяческие, боров страйки. То есть много дизайблов. И антимаг, вроде денег у него много, а толка от него не так уж и много. 2500 хп. Лина, получается, у нас продамаживает. 950 уже, ну, по сути, полкабины нет. Дальше там дело за гирокоптером, который под соло-крестом. Может, все-таки стоит купить антимагу МКБ? Потому что будет все-таки бабочка у гирокоптера. Будет соло-крест и суммарно. Я не знаю, как этого гирокоптера убивать, в принципе. Когда он тут БКБ находится, БКБ 9-секундная. Физдэмэдж тоже, по сути, нельзя никакой влить. Как этого летчика убивать с усатого? Ну, вопрос. Летчик усатый. Ну, надо, надо, да. То есть здесь нужен и Абисал, и ФКБ, и БКБ. Ну, и, естественно, ты сначала покупаешь, наверное, Пашин. Можно на Абисал, хотя, наверное, все-таки нужно Абисал. Ну, чтобы хотя бы иметь возможность кого-то цеплять. Ну, потом, в общем-то, покупаешь МКБ вместо... Точнее, МКБ вместо Владимира, МКБ вместо Баттлфури. Но столько денег. Очень много денег, конечно. Где их найти, вопрос. Тем более, когда, как все уже начинает агрессивничать, заходит на Рошана. Трасты не хотят его отдавать. Ну, и в итоге, без Рошана пока остаются идти и другие. Гирокоптер просто уходит в леса. Ему еще немножко до Бутерфлея. Совсем чуть-чуть остается. Может, стоит его и дофармить. Идет туда Огр, проверять, все ли там нормально. Рошан стоит пока что один. Ну, и вопрос, могут ли сейчас Трасты выиграть файт. Нага чехает. Иллюзии пытается, ребята, убить. Тут иллюзии попробуй тоже убить за счет Солар Креста. Так уж ты просто. Что-то сейчас делает Экти Мак такое опасное. Пытается убить у Рошана, но ведь драка-то будет. На волевых пошел просто в наглую. В наглую пошел, а Гирокоптер стоит, чего-то думает. А там Рошана уже бьют. Нага. Слип. Ой, Слип никуда. Да, да, да. Прочитали, прочитали. Понимали, что Слип будет отдаваться. В итоге, теперь тут сами бить. Рексы. Кулдаун. Пистурка. Шейкер. Не гол, да, уже. Тут сейчас можно и драку проиграть. Таким образом. Сбирай туз. В итоге, Айкин. Он еще и Рошана и убил. Что самое смешное. Ё, эпицентр какой-то пошел. Проблемы тут. Да. Проблемы уже не хватило. Не хватило элементарного демэджа. Нага. Пытается уйти. Там Шейкер. Фисурку дать же. Манавойт сбивает. Манавойт. Понимаю. Телепорт. Иллюзии. Ну, я думаю, что никуда не будет. Не, ну как здорово сейчас сыграли здесь. Сигнатуру, да, Сигнатуру, Траст у нас. Они, собственно, сначала развели на Сон, потом развели на Кулдаун, потом еще Тускар всех спрятал от Ультимейта Опарейшена, там, в Шарик. Они забрали Рошана сами, они получили деньги, они забрали еще АЕнис. Просто все, что могли сделать. Еще забрали АЕнис. Ну и потом, да, там, конечно, про каждого Санкинга и от Нины зашел очень крутой, но, в принципе, там, Квин оф Пейн в БКБ и антимаг в Тараской. Параллельно. Поплевать, да, совершенно. АЕнис про каждое Санкинга. Антимаг 4000 уже аж имеется. Ну и гирокоптер. Да, гирокоптер уже не такой сильный. Вот он, башер, вот он уже, и башер появляется. Я думаю, сейчас на волевых просто просто пойдут, будут давить. Спушат там ботом, пойдут на топ, возьмут себе тоже антимаг в Тебетсал. Чуть позже. Ну, надо давить. Теперь, конечно, уже давить. Так, гирокоптер полетел. И надо уйти просто ребятам с команды Траст. Графики, думаю, должны поменяться сейчас. Хотя нет, не особо. Ну, в принципе, да, ты прав. Тут на графике совершенно плевать. Мы просто видим героев определенных. Мы понимаем, что будет здесь. И артефакты мы также видим. Так. И... Туск, а не Оегис ведь! Туск, а ведь Оегис! Это время дается. Еще Туск, что самое смешное, живет до сих пор. А помогут ли ему антимаг? Закатился куда-то. Нет, никто ему не поможет. Все, блин, калутся можно попробовать. Отсюда, ну, да. Потому что... Да. Под тайминг в Устан заходит красиво. Бояли, что там слип у Наги. И ворваться было довольно-таки опасно. Тогда лучше антимаг решил, что не буду. А лезть. Так, виду в пейн вообще на другом конце карты. А, ну да, да, да. Ворваться не могла в принципе. Ой, как тут сейчас было опасно. Типа вышку подпушила. Довольно-таки серьезно. Поэтому ладно, сойдет. Окей. Куба уходит. Есть арба. Ну, будет хекс. Разумеется, будет хекс. Что же еще? Лина, блингдагер. 11 зарядов в Блатстоуне. Везет себе что-то. Везет себе рецепт на Тревелла. И 1600 еще сверху имеется. Окей. Слоты хорошие для Лины. Но она становится все-таки слабее. То есть уже тот же антимаг. Толстый довольно-таки. Тот же шейкер уже хп приобрел. Тоже Квопа. Тоже по хп не уступает своим тиммейтам. Лина ближе к лейту. Без рефрешер уже вроде так и лагуна немного наносит. Тоже так вроде средненько. Такой уж прям колоссальный дэмэдж. У антимага по сути есть. Ну, не знаю, считать ли Владимира за слот или нет. Но тем не менее, 5 слотов есть точно. Владимир, между прочим, хороший слот. Но, да, конечно, самому антимагу надо будет продавать уже этот Владимир. В скором времени хорошо. Ну и вот он слип. Отличный сон эпицентра ведь есть, но не будет ничего делать. Смотри, где сидит нага. Да, да, да. В горе я просто заняла панель. Ну, неплохо. Шейкера на ульту развелита по итогам. Ну, да, да. Размена нагу. Слип, ну, слип там. Ладно, не так уж он прям страшен. А парижный, кстати, я давно не видел на карте. У него есть половинка аганима. Есть глиммер. Есть две волшебные палочки аж. И своя, и чужая, видимо. Чья-то. Ну и на топе. Там рыксы. Что-то хотят делать. Полетела ракетка. Антимаг, антимаг. Сплавил ту ракету ему не убивать. Что-то непонятное происходит. Все технику вообще никуда не попал. Мои про ошибки. Лину отрезали. Там где-то с другой стороны. Кинг там пошел просто в атаку. Минус да. Ну и вот он антимаг. Башки пошли. Минус лина антимаг. Надо дальше воевать. Дерись, брат. А он стоит, а не может. Там фиссура просто переграждает путь. Ай. Типо же мой, как его. Законтрил, собственно, шейкер. У меня неприятно получилось. Ну и слушай, размен. Отличный. Все еще не могут. Не могут. Ну там вот антимаг бил герокоптер, наверное, бы и убил за счет баши. Но вот эта фиссура не давала бить. Вот я антимаг стоял и не понимал, почему я не могу бить. А я стоял, потом понял и сделал блинкаут. Вот кто-то кудопер. Ничего проблема. Он сначала стоял в сетке, отрезанной фиссурой. То есть он вообще ничего не мог. Кануться. Вот тут к Даззлу, конечно, есть определенные вопросы. Но так вот игра как-то сложилась, что он бедный очень, очень, очень бедный. У него вообще нет ни одного итема на хитпоинты. И, соответственно, его Лина убивает просто лагун. То есть у него 870 хп, и его Лина убивает лагуны в любой момент времени. И значит, что Даззл не может. Не может вообще ничего сделать. Ой, ну, а зачем будут играть? Бабком в иллюзию! Ой, ой, ой. Ошибся немножко Амцин Кинг. Ну и ЛК лучше уйти. Лучше уйти по-хорошему. Хотя, врывается там Юла от Лины. Что-то он, по-моему, здесь перебычил. Сейчас он действительно может погибнуть. Хотя, он, видимо, на Шейкера рассчитывает на своего. Так, по-моему, кейс, по-моему, есть. Это Туск, но пол. Гирокоптер есть БКБ, в принципе. БКБ нажимает. Антимаг. Ну, утребить сейчас вопрос эпицентр. Ну, все в БКБ. Да, нажимало. Упрывается. Минус эксклюзив. Антимаг в сеточке. Какой же бедный антимаг. Ну, сколько можно? Нет, смотри, живет. Ну, вряд ли он уйдет. Сайлос, отличный. ХСР пошел. Какой же станус, ну, че, мне не злип. Антимаг, там надо станут давать. Супер-супер мега тайминговый. Ну, как его дать? Смогут лить. Антимаг. Не смотри. Станутся не очень тайминговый. Типа Квапу убили, но антимаг выжил, что самое важное. Он ушел. Антимаг, конечно, тут жил просто, я не знаю, как. Столько раз пытались убить всем подряд. Гирокоптера пока мало дамеджа. Ну, тут нага, до конца, сеточка, по антимагу, летит ракета. А там ракетка летит. Надо просто бликал делать на базу буквально. Смотри, смотри. Сейчас догонит. Ракета. Ракета догонит, да. Даже не страшно. Ракета под первого уровня. Смотришь. Бум. Да, через плюсики играл. Так, по-второму, в принципе, понятно. Смотри. Бам. О, как же вовремя. Ну, там Юл и Агита. Помочь как-то. Шейкер, пришел. Тотемчик, ай-яй-яй. Не попал тотемом. Ну, тут антимаг сейчас с ульта просто взорвет. Там блин, там есть блин. Ага, все хорошо. Вышел. Ну и все. Ну, так вот, снова-то. Да, злбит. Ой, ой-ой-ой. Опасно сейчас. Тут лина развернулась. Там антимаг. Так, ну и лина. Арба. Тоже будет хекс. Как мы понимаем. Клопа. Почти с хексом. Там остается 1700 нафармить. 42 минуты игры. Пошла. Антимаг. 3900 имеется. Курьер пока что по тайной лавке не летит. Но я думаю, байбэк будет оставлять. В случае чего другому понадобится. Нафармить там еще немножко денег. И там уже купил байбэк был. И на Абисал Блейд. Хотя, возможно, что-то и другое купит. Но менять Владимирс прямо сейчас, по мне, так было бы полезнее. Все-таки сначала купить Абисал, а потом уже думать о замене. То есть, с другой стороны, тоже БКБ покупать, да? Сетка все равно будет проходить. Неприятный момент. Вроде покупаешь артефакт довольно-таки дорогой, а сетка проходит. Притом сетка, которая действует очень много по времени. Вот антимага, ловушки, оказывается. Можно стоит купить Лотус Орб. Ха, ну-то. Или Ринку. Знаешь, Лотус Орба можно с себя снимать. Да-да-да. На самом деле, это, конечно, такая себе. А кому купить? Денег-то особо нету. Хотя, смотри, вот Туск это уже артефакт интересный. Да-да, это Лотус. Это Лотус. Нет, ну антимага здесь либо БКБ. Еще есть вариант Линку, конечно, купить. Потому что, в принципе, она спасает там тоже и от сетки, и от ульта Лин. Даже может спасти и от ульта Санкинга, если он кастует его в тебя конкретно. Ну, в общем, неплохой, неплохой предмет. Но все-таки, мне кажется, 10-секундное БКБ в лейте это круто. Потому что 10 секунд у тебя ни Лина, ни Шейкера, ни Лина, ни Санкин не смогут подстанить. Плюс замедление аппарейшн, плюс вообще... Ну, все-таки, хоть и есть этот магический щит, но эпицентры, там, всякие волны, кулдауны. Все-таки хп отнимают они, отнимают. И когда ты их не получаешь у этого дэмэджа, то антимагов, ну, просто не убить. Он здесь будет бессмертным. Ну, у тебя, по сути, одна забота. Только сетка, да. То есть, раньше это БКБ можно было менять, было клево. И БКБ вот это долго недооценивали. Сейчас, конечно, его ценят очень сильно. И на 43-й минуте увидеть 10 секунд на БКБ, это очень будет круто. Ну, не знаю, куда его ссывать. Вместо Блэддимирса, 5-7-сот уже у ЛК есть. Золотов не хватает. Какой-то БФ придется рано или поздно выкладывать, если игра затянется еще, наверное, 20. Посмотрим. Ну, теоретически, можно без Пауэртридс еще играть. Потому что есть все-таки Блинка и Эбисал будет. То есть, ты прыгаешь сразу на цель, ты ее фиксируешь. И тебе главное ее убить просто за эти 2 секунды. И чем больше у тебя итемов на дэмэдж, тем меньше тебе нужны Пауэртридс. Но я бы Бэтл Фьюри просто продавал в один момент. Оно уже не нужно. Все, оно нужно для фарма. Для фарма, да. Ну, был бы какой-то тут Магнус, да, там еще хоть как и Комбинити. А тут особо там дэмэджа, сплэша, он здесь не нужен именно для файта. Ну, вот он Эбисал Блейд, вот он Сатаник. В один момент появляется. Ну, если антимагу будут помогать и за 2 секунды нам будут этого герокоптера месить, то почему бы и нет. Ну, там бабочка. А с другой стороны, там бабочка и антимаг. Может быть, и нужно МКБ какую-то покупать. Ну, а куда это все сварь? Слотов нет столько, к сожалению. Пока нет возможности купить и дополнительный слот, чтобы с ним бегать. В карман там положить, знаешь, портфель такой надеть. Не знаю, может, как-нибудь добавить. Было бы забавно на это смотреть. Неограниченное количество слотов. Только если в каком-то специальном моте, типа, Торвовка, там сейчас 10 на 10 играет. Потому что иначе игра превратится в бесконечную. Ну, рискует, точнее превратится. Будут фармить, ребята, просто до конца, пока там уже все не будет. Да, да, да. Пока они купят все предметы в дочке, потому что это и есть. Так. Ну и антимаг, очень быстро. Ребята, сбирают Аршана. Есть ли нага? Нага есть, но далековато. Успеет ли? Должна успевать. Нага побежала. Слип. Есть блинк и слип. Нага. Нага. Или УЗИ. Тут опасно, тут опасно. Очень опасно. Видит одного антимага. Да, одного антимага нападить как-то не хочет. А вот Шейкер туда подошел. Тут такая шишка от Шейкера сейчас была, конечно. Антимаг, подняли. Антимаг Айс-блаз ловил. Неприятно, уже много всего всего прилетело. Антимаг бежать. Он может его чуть убить сейчас. Ой, как он тут не ухажал. Как же четко, да. Он ушел с НК. Ну и все. Рошан вот таки стоит. Шейкер байбэк. Вот так вот решили. Надо воевать. Конечно, за Рошана сейчас нужно воевать очень много и сильно. Там Тускай теперь под угрозник. Кажется, он тоже умрет. Но как тут, блин, страсты что-то непонятное делают? Понятно, куда он пошел даже, вот если честно. А сейчас еще сон будет, да? Да, да, должен. Успеет ли? Успеет ли нажать сон? Нага. Нет, не успевает. Фистурка хорошая. По двоим слип. Ну и смотрим. Что же будет? Антимага нет. БКБ, как мы помним. Лина и ста. Надо давать очень... Влатимир. Эпицентр. Влатимир украли. Стан. Антимаг. Крестник. Ну там есть аигицы. Не знаю, зачем тратить крест на самом деле на этого антимага. Ворвался в Лину. Мановой. Какой ультимейт просто... Фулловый. Фулловый Лину, да, да. Сто маны дал ультимейт вообще. Герокоптер. Герокоптер. Пока не башни-то герокоптер. Вообще ни разу, что происходит с этой дотой, ни разу башном. Ударов 10 прошло. Ни одного баша нет. Агентимаг уходит. Ну думал антимаг, что продамажил Лину достаточно. А на деле, да, вообще продамажил. В плане маны. В целом, типа файт... Я даже не знаю, в какую пользу пользу. Аиги забрали. Убили Лину. Размена квопают. Ну как бы Владимир украли. А, ну Владимир, да. Два косыря, по сути, просто взяли и забрали. Да, это неприятный момент. Здесь совсем плохо как-то разыграли эту ситуацию. Потому что курицу, естественно, можно было подвести. Закинуть в неё Владимир. Владимир, уже от него надо избавляться антимагу. Его может купить кто-нибудь другой. Он уже избавился, да. Оперативно. Да, он уже избавился. Но как бы продать было бы приятнее. Всё-таки тысяча голды на дороге не валяется. Я слышал. И если бы сейчас антимаг продал, то у него были бы уже деньги на... На тоже МКБ, например. МКБ нужно. Сейчас антимаг понял. Сейчас даже не висело даже Солдер Креста на этом гирокоптере. Антимаг всё равно с ним драться не может. Повороты эти. Ну да, даже если были бы баши, толку бы особо от этого и не было. Согласен, тут МКБ надо. Ну, два слота есть, которые можно менять. ПТ и БФ. Ну, БФ, конечно, в приоритете. Всё-таки ПТ можно на траволаттере заменить. Куда будут полезны они. Сплитпушить постоянно, бегать по лейнам. Это вполне неплохо. Ну, тут Айгис ещё. Айгис, по сути, сейчас такой слот тоже неприятный. Вроде, конечно, тут у тебя есть бессмертие. Но, с другой стороны, это слот, который будет занимать Туинтарь 6 минут аж. На фаре. А может не 6, может быть и поменьше немножко. Посмотрим. Майс Блаз прилетает. Это всё-таки не ходит. Тут, кажется, живёт. Ну, вот да, бесполезный слот абсолютно с тобой согласен. Потому что, как бы, Антимагу нужен сейчас Итам, чтобы можно было драться. Тоже МКБ, ЭПКБ, может быть, даже оба. А у него этот слот занимается Айгисом. И, как бы, драться они не могут идти по этому поводу. Потому что Антимагу всё равно в драке ничего не сделает. Ему нужно купить что-то вместо Айгиса. И вот они теперь просто будут ходить. Конечно, я думаю, Айгис стоило отдавать той же самой Квин оф Пейн вместо вот этого ТП, которая у неё лежит. Уже ТП, я думаю, не необходима. Потому что, блин, кит всё равно есть. Ну, короче говоря, да. Можно было какому-нибудь Шейкеру в конце концов подать Айгис. Или кому-нибудь ещё. Ну да, да. Вот сейчас вот, как бы, такая ситуация очень интересная. Вроде Айгис есть, а воевать идти не могут. Ну, вот, парадокс. По-другому не сказать. Они, конечно, сейчас будут сплитпушить, немножко подпушивать. Но идти файт 5 на 5. Прямую. Не, ну, смотри, они, кажется, собираются. Думаешь? А не ошибка ли это вопрос, если они сейчас пойдут? А, ну они, так, ворок хотят просто подрезать. Ну да, да, я говорю, товарки подрежут, не хотят, не будут они воевать. Слишком это рискованно. Антимаг 6700. То есть, МКБ можно покупать, и сложный вебек. Оставляться, в принципе, нет. Вебека не будет, но там подфармить ещё немножко, прям чуть-чуть. Антимаг. Тупую. Тазл балл ульту. Армора много. Геракоптер. Айбис толпы. Геракоптер вообще. Офиг. Ой, 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 ой. Как же Танклупа быстро упал, я даже не понял, как. Антимаг ворвался. Подков. Сеточка. Эхо-слэм. Все сняли. Антимаг ворвается на Лину. Ну, и Антимага поднимает. Нет, БКБ. БКБ нет элементарно. Конечно, Лину убивает. Слип. Дазл на 3 хп. Антимаг. Ну, Антимаг, слушай, 3 хп? 3000 хп. Антимаг. Подков. Шейкер. Антимаг. Он не может. Смотри, ну вот он все равно обнял. Нет, он даже стоит просто. Субтитр. Антимаг куда? Понимаю. А, в Сноубол он ушел. В Сноубол. Антимаг. Я тоже не снял подумал. Пропал Бразур. Антимаг. Антимаг. Проблемки. Там еще буквально удар остается. Антимаг. Не знаю, это Айгис. Это только Айгис. Но. Команды-то здесь нет. Команды здесь абсолютно никакой нет. Антимаг. Пойдите воевать. Ночи это глупо. Герокоптер, наплевать, могу говорить. Не наплевать. Иду убивают. Да, Герокоптеру действительно пофигу. И по итогам уходит. Пускар таки все-таки. Пускар хорошо играет. Офиг. Чур, чур, чур. Ну немножко, да. Ну вот, собственно. Рад, наверное, Антимаг, что избавился от этого Айгиса. Говорит, парня, Айгис не зашел. И вот МКБ сразу идет покупать. Ну, наверное, да. Был вариант и попроще, конечно, от этого Айгиса избавиться. Ну, так. Вот такой он файл получился. Вроде Антимаг жил долго. А в плане КПД от него проблема. Потому что КПД особо-то и не было. Он вроде живет, но он такой танк хороший, который только там убивает Топариж на плину. Я сейчас подумал, что если бы он попытался избавиться от Айгиса в лесу, то он очень долго. Он очень долго это делал. Вот, смотри, как сразу с МКБ все меняется. Как все меняется с МКБ. Ну да, да, да. Вот он, переломный момент тоже как бы. И Антимаг у Герокоптера тоже будет появляться. Кстати, хотя вот... Ну, я не думаю, что рапира нужна. Демеджа-то вроде и хватает. Хотя черт его знает. Что задумал там Герокоптер. Может быть? Даедалус. Даедалус. Неплохой предмет тоже может быть. Потому что все равно нет у Антимага бабочки. Но учитывая, что она может появиться. Потому что это еще один итом, который он может купить себе вместо Баттлфурии или вместо Павер Титс. Может быть даже. Это все-таки бабочка. Поэтому, возможно, МКБ заранее хочет купить Герокоптер. Не, ну даедалус больше дает, чем МКБ просто дамеджа. Это как бы факт. Не совсем пониманно, непонятная мне Алибарда от Наги, что там вот немножко опоздала. Вроде Алибарда-то будет. Ладно. Ну, хотя бы КБ, Антимага опять же, хуже нет. Надо БКБ. Казалось бы, но... Куда? Куда его класть? Ну, Антимаг заходит на ХГ. Герокоптер нет, Герокоптер есть, байбэк. Очень не хочется этот байбэк делать. Ну и на топе Лина делает тоже грязную работу. А там же такспид. А такспид-то у него клевый. Опа. Лина. Лагуны Блэйки дать. Хекс не дать, ничего не дать. Эхо-слэм. Лина, конечно, здесь переоценила свои возможности. Алина без байбэка. А, нет, байбэк есть. Байбэк делается. Слип. Неплохой. Что с этим слипом делать? Непонятно. Непонятно. Потому что Герокоптер кинул свою команду и говорит, а я не буду байбэка. Да, все, слип никуда. Тут еще врывается. Смотри, как Антимаг. Гем выбивает. Нага точно без байбэка. Больно. Как больно стало с Анткингу просто от того, что он попал в рэш. Нет, спаление. Сейчас, блин, убить Алина ведь байбэка. Антимаг. Эббитола нет, манты нет. Коулдаун пошел. Антимаг правда отсюда уходит. Ну и очень много. Очень много. Гер 3 пышку, байбэк, минус 3 сделали. Это очень. Бьем, они пойдут дальше, они могут идти. Почему бы и нет? Так уходить нет смысла. Куда уходить, если два героя в кавернии и байбэк в них нет? В сторону забрать как минимум. Амкб, появляется в игрокоптер, окей. Это, конечно, круто. Это все-таки демэдж, но мне кажется, какой-нибудь доедалус. Наверное, смотрелось бы поинтереснее. А тут МКБ прямо сейчас. Может, оно, конечно, понадобится на будущее, на перспективу. Вопрос, будет ли это будущее вообще? Потому что Антимаг идет, он тупую бьет. Лина, без байбэка, Лина умирает. 100 секунд, герокоптер тоже проблема у герокоптера. Байбэка у него ведь не будет. Он купил только лишь МКБ, а тоже только что. Ну и, по-моему, это... Сатаник, башки, банч. Я думаю, это конец. Да, вот как-то так, неожиданно игра и закончилась. Очень странно. Один слот, один слот. МКБ был куплен и все. На этом, как бы, счастье команды. Рекс закончилось. Больше ничего не сделать не смогли. Да, да. Ну, собственно, это вопрос о том, что против Антимага, против Антимага не стоит просто фармить и ничего не делать, не пытаться забрать хотя бы сторону, может быть, ну, как-то навязывать свою игру. Такими героями, которые были у ИРР. Потому что эти герои против Антимага не котируются. Здесь из героев, которые против Антимага хоть что-то делают, это только Лина. Но, опять же, Лина, да, она... Когда у Антимага уже, там, 25 уровень Тараска, этот ультимейт... Не так он ощущался уже, да. Он уже был... Да, уже... Он для Дазлота был, конечно, ощутим, но Дазл уже не был, там, таким героем, который решал из хатфайта. Ладно, друзья, мы отключаемся. Дазл вообще не был здесь в этой игре героев, который что-то решал. Мы на минуту...